Первое место безоговорочно принадлежит событию, в результате которого три человека, в том числе два маленьких ребенка погибли. А двое мужчин долгое время находились в реанимации. Один пострадавший до сих пор остается в больнице. Вечером, 15 октября, в центре Барнаула на своем БМВ пролетел 33-летний Александр Руденко. Он был не трезв. В итоге погибли люди, а у него не было даже царапин. Горожане собирали подписи, чтобы виновник ДТП получил самое строгое наказание. Жители восприняли трагедию как личное горе. Я бы его расстрелял. И все. Я бы его честно расстрелял. Если бы это мои дети погибли, я бы его убил. Пока Руденко по-прежнему находится под стражей. Второе место в нашем рейтинге принадлежит коммунальным авариям. Несколько дней нынешней зимой оставались без тепла жители Зминогорска. Рвались теплосети в Яровом. В Барнауле за небольшой период с ноября по декабрь произошло сразу несколько порывов на теплосетях. Самый крупный в начале декабря на улице Водопроводная оставил без тепла жителей почти 60 многоэтажек, 200 частных домов, нескольких поликлиник и двух детских садов. Кипяток не оставил жителям ни одного шанса на спокойную жизнь. Многим придется делать ремонт. Сильно пострадала 9-летняя девочка, которая угодила ногой в кипяток. Она до сих пор находится в ожоговом центре. Решается вопрос о проведении ей пластической операции. Третье место в рейтинге. Отдаем аварии, которая случилась неделю назад в краевой столице. 26-летняя девушка, водитель 35-го автобуса, не справилась с управлением. Да занесло автобус. Я на тормоз, а его богом и в стол. С народом полная. Конечно, есть полный салон. Травмы различной степени тяжести получили 20 человек. Теперь им полагаются страховые выплаты. Этот вопрос решался на заседании в мэрии Барнаула. Там же принято решение усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Водителя 35-го, ту самую девушку, от работы отстранили. Совсем непочетное четвертое место принадлежит школьным конфликтам. Большой резонанс на всю Россию получили истории с избиением детей в одном из барнаульских лицеев. Какое-то время конфликты между учащимися скрывали. Лишь когда мама одного из пострадавших высказала свое мнение об этом в социальной сети, стало известно сразу о нескольких случаях. Итог. К руководству Барнаульского лицея применены меры дисциплинарного воздействия. Избивавшие раскаялись, для школ разработали специальные рекомендации, чтобы впредь избежать конфликтов. Ну и, наконец, пятое место. Резонансной оказалась барнаульская история, которой показали наши новости. И она разошлась по всей стране. С удержанием в автобусе пожилой женщины. Закрыли в автобусе. Я уж к шоферу подошла, говорю, вы мне хоть, я не убегу, вы мне дверь откройте. Я задыхаюсь. А он даже не разговаривает. Материт меня. Бабушка забыла дома пенсионное удостоверение и деньги. В итоге за час нахождения в душном автобусе. У женщины подскочило давление. Из плена вызволить ее удалось лишь дочери. Краевые исследователи по данному факту возбудили уголовное дело. Расследование, как нам сообщили на днях, продолжается. Оно находится в числе особо важных дел. Татьяна Голубева. Наши новости.